Всем привет, это Санцвак. В этом видеоролике я хочу показать работу по замене радиаторов отопления с использованием аппарата по заморозке труб. На данный момент у нас зима, имеется проблема по отключению воды, как отопление, но чтобы не замораживать стройку, нет такой возможности остановить процесс, оставлять то, что сейчас есть. Как вы видите, вид просто ужасный и красоты такие конвекторы не прибавят. Поэтому, еще раз повторюсь, будет производиться замена с использованием аппарата по заморозке труб. Не совсем, так скажем, хорошее расположение труб. Видим, у нас нижний прижатый к стенке. То есть, это не совсем стандартное, так скажем, условие. Придется думать, как все это сделать, чтобы было красиво, аккуратно. Маленький радиатор будет убираться, будет просто спрямляться стояк. Здесь будет вешаться один радиатор. Сейчас посмотрим на кухню. Это однокомнатная квартира. Здесь кухонный радиатор тоже. Вот такие нюансы. Все, смотрите, продолжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова я. Значит, это промежуточный этап. Как мы видим, произведена заморозка в нижней части. Струбцинка держит стыковку труб, подготовленную под пресс. Дальше у нас идет, будет сварка. Вот байпас приготовлен, еще не обвален. Баллончики. Вот так же заготовлен позиционер. Зафиксировал трубу в нужном месте, под сварку в роструб. Вот вверху мы видим так же замораживающие колодки, которые держат воду. Остался последний этап. Это сварка и опрессовка. Здесь будет, значит, сварка в трех местах. Здесь байпас, два стыка. И так как рядом с замораживающими головками варить нельзя, в этом месте будет муфта Мегапресс стоять. Так, пока все. Продолжение сниму позже. Всем привет! Это я, Сан Свар. Показываю, значит, финальный результат своей работы. Значит, в двух словах расскажу по поводу этого объекта. Почему применялись определенные, так скажем, технологии, методики по замене радиаторов отопления. Вот, сейчас дом старый панельный. Сейчас на улице март. Но погода вроде бы теплая. Но дом старый, видно, не держит кранель. Как мы видим, снежок за окном. То есть, нормально отключить официально. Значит, стоячки не удалось договориться. Вот, водоснабжение нам отключили. Вот, сейчас покажу немножечко. Вот, то, что стоячки я переварил. У меня есть видео также по переварке стояков. И в данном случае именно вот этой квартиры. Этих стояков вы можете посмотреть у меня на портале. Вот, ну, продолжим. Значит, с чего начнем? Давайте начнем с комнаты, наверное. Это однокомнатная квартира. Как я еще раз говорю, панельный дом. Значит, зима, ну, весна, март. Отключить не дают. То есть, водичку дали, батарею сказали. Ну, приходите летом. Естественно, до лета никто ждать. Значит, окончания ремонта не будет. Вот, значит, было принято решение делать на заморозке. Но, чем немножко отличается от объекта от остальных, которые я выполнял с заморозкой, дело в том, что мой поставщик, ну, то есть, та фирма-организация, где я закупаю фитинги, мегапресс, значит, у них на складе закончились. То есть, выкупил я все три нички. Вот. Их заказали. Ну, приедут они, там, в конце марта ориентировочно. Значит, ну, работы тоже я не могу остановить, да. То есть, мне нужно сделать заказ, естественно. Здесь получилось так, что два радиатора, в принципе, имеют расстояние. Вот, стоя как, где-то сантиметров восемь, ну, около метра, да. Значит, ну, что, подумал, я решил провести такой небольшой эксперимент, попробовать сделать, значит, на сварке, с заморозкой, но на сварке. Вот. Что получилось, конечно, есть нюансы, значит, это варить рядом с заморозкой нельзя. Поэтому, все равно, без мегапресса не обошлось. Вот, как мы видим, муфточка стоит. То есть, одна муфта. Но, все остальные соединения, как мы видим, на сварке. И все это варилось по месту, чтобы все было ровненько, аккуратненько. Вот, как мы видим. Здесь так же, вот. Здесь два радиатора было. Заказчик решил один убрать. Здесь маленький, прям, стоял совсем крохотный, так скажем. Вот так же, значит, внизу колодка замораживается. Естественно, варить нельзя. Поэтому была муфта. Вот, выше здесь уже сварка в растров. Что еще? Ну, высота от пола до подоконников здесь приемлемая. Выше, больше 90 сантиметров. Вот. Поэтому, ну, здесь комната 19 метров. Здесь я установил, значит, 10 секций реформа на ритм. Между всего и 500. Ну, так как мы здесь... Подача непонятна, какая верхняя или нижняя. В любом случае, в таких непонятных обстоятельств, так скажем, я рекомендую делать диагональное подключение. Как мы видим, у нас идет вот... Низ, нижняя труба проходит. Вот. Опять же, есть нюансы, связанные... Так как мы работаем с заморозкой, да, то есть, по прямой нижнюю трубу пустить, ну, не получается. Вот. Чтобы сделать это максимально аккуратно, значит, делается вот таким изгибом, как мы видим, да. Опять же, это целая труба, никаких сварных отводиков. Вот. Что еще? Значит, арматура. Арматура тоже, значит, остановлюсь на ней. Это вентиль и фар, как мы видим. Чем они хороши? Во-первых, это проверенный бренд, который уже там, ну, лет 10 я их как ставлю. Вот. То есть, действительно, качественная арматура, мощная. То есть, берешь руки, понимаешь, что это хороший кран, а не какая-то там игрушка или поделка, да. Вот. Здесь то же самое. Вся, значит, арматура идет фаровская. Уголовка, вот видим, фаровский. И угловой запорный вентиль тоже фаровский. Это, опять же, значит, по регулировке. Это вентиль. То есть, это не термоклапан. Поэтому он ставится не параллельно полу, как обычный термоклапан должен ставиться по правильной схеме, так скажем. Он ставится в любом положении. Здесь обычно стандартная, это головка и вверх, барашка, да. Чем вентиля фаровские хороши? Я их рекомендую. Это универсальный вентиль, да. То есть, это там червячный шток. То есть, фактически, это классический вентиль. Но, значит, он конструктивно так сделан, что он позволяет ставить его... То есть, он, во-первых, является запорно-регулировочным. То есть, если вам нужно отрегулировать, пожалуйста, вы можете спокойно регулировать. Это не шировой кран, который не допускает регулировки, да. И в то же время, это... Он является запорным. Так как имеет червячный шток, повторюсь, он является запорным. Вы можете закрыть и спокойно снять радиатор. Не переживая, что там что-то потечет, да, как мы видим. И еще плюс именно фаровских, чем они хороши? Что у них нет стрелки направления потока. То есть, на всей арматуре, которая строго должна соблюдаться направление потока, например, те же термоклапана, у них обязательно стрелка. Иначе, если поток в другую сторону, просто мембрана термоклапана может залипать, будет препятствовать проходу потока. То вот именно вентиля здесь, именно фаровские, во всяком случае, то есть, на вентилях бывает направление стрелки тоже. Здесь нету, что на регулировочном, что на запорном. То есть, его можно ставить спокойно, не переживая, если вы не знаете, там, или ошиблись случайно, да, то есть, ставите все в голову, не забивайте. Он работает, этот вентиль, в оба направления, так скажем, да. Вот. Что еще? Ну, покажу немножечко еще вот мои любимые хомутики. Мукровские, как мы видим. Ну, никаких болтов, аккуратно. Вот, то есть, потом просто стояк красится, и хомут в цвет. Стояк, смотрится очень красиво, аккуратно. То есть, в тех условиях, где нет возможности, например, зашивать им с картоном, то есть, это будет на виду. Здесь, вот, скорее всего, будет все на виду, все трубы. Вот. Здесь сварка в растопе, это стандартный, в последнее время я так все стояк варил. рекомендуется с НИПом. Вот. Ну, в принципе, здесь все. Все понятно. Так, ну, вернемся, наверное, в комнату. Ой, в кухню. Вот. Ну, что здесь, какой нюанс есть такой тоже. Ну, это моя рекомендация. Рекомендую, опять же, то есть, любой радиатор, не... Моя задача какая? Не просто поставить радиатор, чтобы это, ну, у меня такой принцип работы, чтобы это было, значит, надежно, аккуратно и красиво. Как мы видим, здесь кухня маленькая, поэтому радиатор стоит не 500 осевое, как в зале, а 350, то есть, рефармонолит 350. Для чего это сделано? Визуально это более, как мне кажется, гармонично смотрится, то есть, более вытянутый, потому что, если 500-ку ставить, то там, грубо говоря, 4 секции, это будет такая узкая сопля, как я это называю, да? Вот. Здесь более аккуратно, гармонично. Тоже диагональная, значит, повторюсь, как мы видим, тоже все на сварке. Вот. Единственная муфта рядом с охлаждающей головкой, так как варить, ну, опасно, так скажем, да? Есть вероятность разогреть эту трубу немножко и пробка просто выбит. Вот. То есть, здесь, в таком случае, вот. А все остальные, вот, то есть, фактически здесь три стыка получается. Вот. Сварка байпаса. И сварка самого верхнего стояка, значит, приварка, да? В принципе, все. Все, всем спасибо. Пока.